Стоит ли признаваться в любви тому, кого любишь, но знаешь, что он не ответит тебе взаимностью? Или же лучше любить молча и идти собственным путем? Вот здесь наивный взгляд. Признаюсь в любви, он уже должен на мне жениться, подарки сделать, ухаживать за мной. Так не признаваться может быть, а вдруг он не будет этого делать. Это не признание в любви, а чисто коммерческий подход другому человеку. Любовь – это не получение любви от другого. Любовь – это отдача любви другому. Поэтому всегда стоит признаться в любви. Но зачем это делать словами? Зачем с транспарантами бегать? Признание в любви – чувство нельзя тормозить, но не нужно подходить и рапортовать. Ты знаешь, я тебя люблю. Признание в любви – это забота, внимание, подарки, улыбка, радость от того, что любимый человек живет на свете. Это желание сделать его счастливым, желание сострадать ему, если он несовершенен, желание ему помочь. Так признавайтесь таким образом, он не откажется. Я еще не видел ни одного человека, которому предложили бутылку коньяку, он сказал, не возьму. Берут все. Так мы устроены. Подарки приятно брать. Делайте подарки любимому человеку. Не большие, но делайте, и это будет признанием любви, почему бы и нет. Вам приятно, ему полезно. Продолжение следует...